Вот вы когда приезжали в Тбилиси, скажите, вы все-таки, мы с вами там рождены в СССР, да, мы помним, когда в Тбилиси это было, ну, то же самое, что Кемерово, ваш родной, или там, или нынешний Калининград, то есть советский, условно говоря, город, вот, со своим, как бы, акцентом, понятно, грузинским, изменилось вот ощущение, когда вы приезжаете, то есть есть ощущение, что это заграница, что это все-таки другая теперь страна, это отрицательная страна, Да, сейчас скажу, я когда-то давно писал еще, давно еще, до всех событий, потому что я не прекращал связь с Грузией с самого детства, я сказал, что впервые в жизни я был за границей, это был 80-й год, год Олимпиады, мне было 13 лет, я побывал в Тбилиси, там было все по-другому, там по-другому люди одевались, там был абсолютно европейский ландшафт городской, там были кафе, где люди, зайдя купить хлеба, заходили в это кафе, выпить вина и сыграть в нарды, там суждался футбол, там носились телевизоры на улицу, как в Италии, и смотрелись футбольные матчи, там ходили нарядные люди, были большие квартиры, в которых стояла прекрасная мебель, какой я никогда в жизни в Кемерово не видел, было много музыкальных инструментов, инструментов, и все умели на них играть и петь, и это была такая ресторанная культура, или, например, можно было зайти в книжный магазин, там выпить кофе, съесть хачапури, тогда еще. В Тбилиси сейчас, пожалуй, нам ближе, чем любые города, Вильнюс или Рига, где в Риге говорят, половина людей говорят на русском языке, потому что они очень и очень ценят то, что было. Да? Ну, очень ценят. Но мы говорим про какое поколение? Сегодня, вы понимаете, вот ребята в Газавребе, самому младшему 27, самому старшему 30 лет, они в прошлом году в первый раз в жизни были в России, в первый раз. Они все говорят на русском языке, все по-разному качественно, но есть... Ну, акцент всегда был, даже в советское время у Грузии всегда был. Ну, уровень знания языка у них разный, но из них там три человека, например, свободно читают и читают на русском языке художественную литературу и способны ее воспринимать, ни разу не побывав в России. И все мои друзья, это все-таки мои друзья в Тбилиси, это люди культуры, у них у всех дети учатся в школах, где изучается русский язык. В смысле и русский тоже, да? То есть, как иностранный язык. Да, как иностранный язык или какие-то там предметы на русском языке преподаются. И маленькие дети в этих семьях говорят со мной на русском языке, они стараются его сохранить. Любовь и тяга настолько сильная, какой нет сейчас в Киеве или в Харькове. Там такое мощное притяжение и настолько мощное желание быть снова вместе, что мне не с чем сравнивать. Неполиткорректно, но без злого умысла. Иронично, но без сарказма. Пристрастно, но по-честному. Правда 24 и Евгений Додолев. С понедельника по четверг в 19.30 на телеканале Москва-24.